Здравствуйте, друзья! У нас с вами на экранах известная блогерша многими своими подвигами, начиная с уроненного телефона и кончая многими другими, там, покусанная чайкой, поклёванная, там, и ещё чем-то. В общем, у нас Наталья Квик, которая находится в данный момент, видимо, где-то в пригородах Орландо, правда? Да, я нахожусь в Делтоне. И здравствуйте всем, друзья, которые подписчики Михаила, и здравствуйте, конечно, мои мальчики и девочки. Мы сейчас пишем как бы сразу с двух концов, да, ты тоже пишешь? Да, я тоже пишу. Мы пишем сразу два, на моём видео Наталья крупненькая, а на Наталье на видео я буду крупненько. И, значит, мы сговорились быть в таком морском обличье немножко, вот, значит, Наталья вот в этой кепочке с крабом, не с крабом, с птичкой. Да, конечно, нужно принять. Вот, и у меня тоже такая шляпка Марин, вот мы такие, можно сказать, военно-морские сегодня. И поводом для того, чтобы подзаписать что-нибудь, было то, что исполняется сегодня месяц того момента, как Наталья уехала из Калифорнии, правда? Сегодня 7 июня, 7 мая я уехала, да, это правда. И мы решили поболтать ни о чём. Всем нравится наше видео ни о чём. Мы когда садились с Мишей, говорили так, как бы, вроде, давай просто поболтаем. И самые лучшие видео у нас с тобой получались именно вот такие. Я тебе скажу, потому что когда мы о чём-то говорим, то это кому-то интересно, а кому-то нет. А когда ни о чём, получается, всем интересно. Ну, или всем неинтересно, я не знаю даже как. Когда кофе пьют люди, когда им делать нечего, когда хочется отдохнуть от грустного. Вот они смотрят на нас, как мы ни о чём. И кепочка великовата была немножко. Да, кепочка великовата, но сердцу дорога. Ты скажи, вот этот кителёк, кителёк у тебя раньше был? Ну, вообще, это у меня костюм. У меня с брючным костюм, но, как бы, он такой, получается, как капитанский. И когда я начала одевать фуражку, мне Винни говорит, «Да кто я одену свой капитанский пиджак?» Я говорю, «У меня нет капитанского пиджака?» «Как же нет?» Говорит, «Есть». И побежал в козет и принёс мне этот пиджак, представляешь? А я говорю, «Боже, Винни». Наверное, он встал ему в копеечку, поэтому он помнит. Нет, это я, меня этому пиджаку, наверное, не знаю, сколько лет. Я ещё в Винни не знала. То есть ты в состоянии сейчас одеть то, что было ещё много лет назад? Я точно скажу тебе лет восемь назад, потому что, да. То есть ты ещё как бы в состоянии... Ну, в общем, я был великоват тогда. Молодец. Ну что же, Наталья, ты скажи вот что. Всё-таки после трёх месяцев как бы сиротствования тут, значит, в Калифорнии, ты быстро вернулась в строй-то? Или у тебя какие-то кошмары были первую неделю? Ты думала сейчас вот... Я помню историю, как ты начала хлопать там... Проснулась в одну из первых ночей, начала хлопать руками. И там Винни говорит, что, что? А ты ему говоришь, в какой гостинице? Нет, это было, во-первых, не ночью, конечно. Я приехала ведь утром. Он нас встретил утром. И когда мы приехали, я единственное говорю, единственное, что мне хочется, это, говорю, вот ванну принять. Я приняла ванну, меня так разморило, и я уснула, наверное, часа три дня было. Я просыпаюсь в девять вечера. Вот в девять вечера я просыпаюсь, села на кровать, я действительно вот так сидела, думаю... Ну, отель мне, отель, думаю... Ну, просто потому что как-то вроде красиво, думаю, я вроде как на ладуном трассе просыпалась. Сразу потолок был, и все. Где, отчего... Но он как-то сразу вошел, видимо, он услышал, что я проснулась. Я на него смотрю, и он видит, что я только начинаю соображать, что я дома. Вот, ну так, нормально, как бы. Нет, ну, я слышу трогательную историю, что ты говоришь, в каком я отеле, а он чуть не заплакал. Ну да, он говорит, ну ты даешь, говорит, как же ты уж дом родной не узнал. Я говорю, я не знаю, видимо, так как-то все сразу. Знаешь, самолеты, вертолеты, встречи, шарики, все это как-то... Сколько информации сразу в голове. Причем, я рассказывала уже на своем канале, когда он меня встретил. Это вот, хочу всем сказать, что все-таки не всегда то, что ты видишь, это является правдой. Не всегда то, что кажется, является правдой. Когда он меня встретил? Понимаешь, мы сели в машину, едем домой, и я думаю, вот блин, хоть бы цветочков мне купил. Понимаешь? Думаю, ну как же так, у меня такой мужчина недогадливый, говорю. Все-таки три месяца не видел, ну полтора месяца. Думаю, хоть букетик бы купил. А он дверь-то открывает, а там букеты и шары, и все-все. И я думаю, боже, хорошо, что я не сказала. Ты понимаешь? И вот тебе говорю, все-таки не все правда то, что видишь. То, что кажется. У меня был похожий случай. Я, знаешь, это эхо отбивает в микрофон твоего лэптопчика. Значит, у тебя лэптопчик. У меня очень хороший звук. Да, ну хорошо, просто я слышу там немножко. И вот, когда мне было 50 лет, они решили тут, по главе со Светой, устроить сюрприз партия. Понимаешь? И они там договорились в ресторане, собралась куча народу, там все дела. А мне-то они не говорят ничего. И так, говорят, пойдем в ресторан сходим там. Ну я, ну хорошо, в ресторан сходим. И так как-то мне немножко, не то, что я там какой-то, знаешь, фанат этих дел, но думаю, надо же, до 50 лет дожил там и даже не заслужил там, что-то как-то не очень, неприятно немножко было. А потом вот мы заходим туда, в ресторанчик, типа заходим, типа ничего не происходит. Заходим, и там свет загорается, там толпа народу, все кричат, ура, там сюрприз, там все такое. И я чуть не заплакал в этот момент от огорчения. Не от радости, а от огорчения. Почему? Потому что мне вот этот вот сюрприз как-то неприятный был. То есть мне был лучше. Это наоборот самый классный сюрприз. Представляешь, люди до того, что единое рождение готовились, они между собой все это договаривались, это все надо сделать. Нет, я считаю, что ты был вот в этом неправ. Ну я тебе скажу так, если бы это был какой-то неожиданный, такой сюрприз-сюрприз, это одно. А когда тебе 50 лет, и получается, что это сюрприз, то вот как бы, я считаю, что это неправильно было задумано. А в 60 лет такого уже, я так понимаю, не будет, раз тебе это не понравилось. Нет, в 60 лет будет просто партия, там без всякого сюрприза, там заранее все. А ты еще нам видео снимешь какое-нибудь. Ну конечно. Все, видишь, как вот сегодня будет сюрприз. Слушай, а Мишка, а ты был как-то подклублен пионером? Я был, как я всегда готов. Ты посмотри, что у меня есть. Да. У меня есть галстук с ценой. О, сколько стоит? 45 копеек. Нет, сейчас не. 65 копеек. Ну, да. Да, галстук, ну давай, одевай. Понимаешь, как вожатый будешь в таком галстуке ходить, с коротенькими кончиками. На большие кончики у тебя что-то не хватит тут. Блин, шапка-то велика. Я же не только пионером был, я вожатым был. Ну да, но ты носил же галстук такой. Я носил галстук, а как же, я носил галстук. Я стихи знал. Ну, сейчас же я тебя посмотрел. Сейчас, вот, сейчас... Я хорошо сделал. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Ты знаешь, что, у меня вообще, я тут принесла с тобой некоторые раритеты показать тебе. Давай. Допустим, смотри. У меня есть молочная бутылка. Ты помнишь такие бутылки? Я хорошо помню. 15 копеек давали за бутылку. И пир, ряженка. Да, да, бутылку помню. Не, я принес ее один знакомый, когда я уезжала в Америку, мне принес ее один знакомый. Я говорю, что ты мне принес какую-то фигню? Он говорит, тебе надо ее с собой везти. Ты будешь все время, ну, как бы, вспомнить Россию. То есть, раритетная бутылка. Я сейчас кому не покажу, все говорят, боже, где ты ее взяла-то, понимаешь? Все хотят прям поцеловать эту бутылку. Ой. Так. И так на ней такая была из такой тонкой жести крышечка такая. Нажимаешь, выкидываешь и буль-буль-буль. Конечно. А еще были пакеты такие, пирамидкой молочные. Они все время подтекали. Родная речь. Первый класс. Открываешь и там написано. Наши первые слова. Ленин, Родина, Москва. Наше имя, Октябрята. А. Ну, ты знаешь, это не азбука. Вот азбука начиналась со слов. Наши первые слова. Ленин, Родина, Москва. У меня есть это лошадь. Это Мурзилка. Есть еще Мурзилка. Смотри, какая. Мурзилка. Хорошая, Мурзилка. 82-й год. Ну, это уже так, на излете советской власти. Да, 82-й. 82-й год это. Можешь, большие были. Русский язык, учебник для первого класса. Ты знаешь, что... Наверное, тоже 80-е, потому что... У нас были прописи, и мы писали ручкой, которую макали в чернильницу, не проливашку. И когда, примерно в это время, ты когда пошла в школу, уже были шариковые ручки. А я учился в классе в четвертом, когда они вдруг появились. А ты что, писал перьями? А мы все писали перьями. В первом классе мы ходили с перьевой ручкой и приносили с собой чернильницу, вставили, в парте была дырочка, ее туда ставили и макали. А уже со второго класса можно было писать ручкой чернильной, но такой, знаешь, которая закачивала с насосиком. Но потом появились ручки шариковые, и учителя были возмущены предельно, потому что вот этот нажим, понимаешь, тонкая, толстая, тонкая, толстая, вот эти прописи, это же невозможно было делать, шариковая ручка-то. И они говорят, боже, это же все навыки разрушатся у детей, и не разрешали писать шариковой ручкой до пятого класса. А кляксы получались у тебя эти? Вот когда перьями писал, раз, клякса упала. Ну а как же без этого? Бумага еще некачественная была. И там еще не только кляксы, а там, знаешь, перо цепляло какую-то волосинку на этой бумажке, и дальше эта волосинка шла, уже, знаешь, не перо шла, а волосинка шла широким фронтом, и уже просто все вот такое было. Промокашки, помнишь, такие промокашки кладешь на страницу? Конечно. Да, отлично помню. Еще же я не помню. Я помню, когда появились первые калькуляторы, знаешь, там на четыре действия. Ой, это нельзя было даже влезть, как... Это было всегда, что сейчас дети потеряют навыки устного счета, это трагедия. Да. Понимаешь, там... Да, 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 видишь, как все изменилось. Да, и счеты, мы еще учили на счетах считать. Вот на этих? На этих, на этих, да. Я отлично считал на счетах. Я помню, бабушке у моей были эти счеты, я их переворачивала и каталась на них пополам. Это тоже было. Да. Большие только, хорошие должны были. А вот скажи по поводу логарифмических линейок, вы застали еще? Да, застали, застали. Ну, честно говоря, я что-то там учила, но абсолютно не помню, к чему, что. Я помню, я извилистые. Слышишь, линейка стоила 4 рубля. Но у меня была за десятку ГДРовская. Вот такая большая в зеленом чехле для инженерных расчетов. И вы несете связи, когда учился, тогда, ну, калькулятор по инженерным... Ну, реально не было. То есть, может, кто-то где-то там, кто-то ему привез там из Гонконга, но так не было. И все расчеты делались на логарифмической линейке. И это была очень навороченная линейка. Это было не просто так. И вот эта линейка за десятку, это было, как, я не знаю, как сейчас чего, но это было очень стильно. Как за 400 долларов сейчас купишь калькулятор. Это дорого же было, понимаешь? А насчет пельдевых ручек, я тебе скажу так, года до 65-66, когда окончательно испортились отношения с Китаем, значит, были в стране ручки с золотым пером, ну, может быть, с золоченым, из Китая. Они были изумительные, они были мягкие, они писали тоненько, они не текли и не ломались. И когда вот мы в институте писали конспекты, да, там же тоже мы сидели и писали. И вот у меня была ручка такая вот с пером, это, ты не понимаешь, какая-то была ценность. А дети ходили, у них руки все время в чернилах были. Не застало такое? Ну, у меня они были в чернилах даже от шариковой ручки, потому что некоторые шарики... Ну, это немножко другое, немножко другое, а там она треснула, знаешь, треснет, там потечет. Для меня тоневые ручки уже были, они такие были, как тебе сказать, я их еще застала, но уже не в школе, а просто так вот, знаешь, мне было интересно ее пописать. А еще были ручки такие тоже, вот они, перьевые такие с насосиком чернильным, и они стоили 30 копеек, вот их было там на 30 копеек. И я шел и покупал на 3 рубля 10 ручек, будучи студентом, покупал на 3 рубля 10 ручек, потому что так пробовать нельзя. И дальше из 10, например, 2 были очень классные, они мягко, нежно, хорошо писали, просто, что называется, бриллиант. Остальные просто выкидывались, потому что они были никуда не годны вообще, кошмар. Вот, то есть можно было пирог как-то вставить, я не умел этого делать, мне просто нужна была ручка. И так было, такое время было. Как здорово. Вообще, я люблю иногда повспоминать это, потому что те, кто нас смотрит сейчас, они вместе с нами это все прожили, и вместе с нами это помнят. Ну, так весело, знаешь, вроде как, ну, не знаю, детство там прошло. Да, не только детство, я там, мое детство там продолжалось до 34 лет, так что... Да, и, кстати, так подожди, я тоже в 34 уехала из России. Ну, конечно, я тоже, у меня было 34 там с половинкой, так вот. Да, 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 да. Слушай, ну как, скажи мне, у вас, давай сейчас вернемся уже из прошлого в настоящее. Как у тебя там в школе? У тебя там новые классы, да? Как, ребят? У меня сейчас очень такой шустрый класс фуллтаймщиков, сводный оркестр такой, да, съехавшийся из разных мест. Они немножко нахальные, но в то же время очень способные. И очень много самостоятельно занимаются, и очень много углубленно сами там находят какие-то ресурсы и так далее. Вот они тест сейчас написали, 35 человек писали тест, и только двое не сдали. Реально? Да, это очень-очень молодцы, я как бы очень рад, да. Хорошая группа такая, заводная, энергичная. Это вот одна, у тебя сейчас две группы дневные или одна? Две дневные, одна фуллтайм. Вот ты про фуллтайм говоришь? Я про фуллтайм говорю. А вторая экспресс, да? Вторая экспресс. Но дело в том, что фуллтайм у нас преимущественно русская, то есть там есть одна девочка непалка, в том смысле, что непальские корни. Ну, поняла. А сейчас, потому что ты сказал, что палка. Не палка, не палец, значит. Но она из Нью-Джорси, но она родилась тут, просто ее родители непальцы. Я когда спросил, ты откуда? Она говорит, ты кешь из Нью-Джорси? Я говорю, а этнически? Она говорит, не пальцы мы, говорит. И еще один есть дядька, американец, очень хороший. Он уже в возрасте лет 45-46 ему. Он работал, я уж не помню где. По-моему, во Флориде. Я забыл. Или в Техасе, где-то он с другого штата приехал. И кончилась там у него работа. Он инженером был, но что-то там произошло. И его вот к нам, жена прислала, у нее русская жена, она его к нам прислала. Очень-очень хороший мужик и девочка индонезии. Вот это Непалка, то есть, очень хороший. Нью-Джорси-ка. Так что я в целом очень доволен. Здорово. Как у вас там погода сейчас? Погода у нас... Я просто посмотрю, ты можешь не разговаривать. Тут более-менее прохладненько. То есть, скажем, здесь намного прохладнее, чем вот там, где мы в Санивелле живем. И вот мы со Светой сегодня обсуждали, что вот приехали мы на дачу. Вот, допустим, мы ничего такого не делаем. Ну, тоже компьютер, там, видео, там, погуляли, там, еще что-то. Почему-то, если бы мы дома это делали, то же самое дома, то у нас было бы ощущение, что день пропал. А здесь мы это делаем, и мы чувствуем, что день насыщен, наполнен. И мы так, как бы сказать, ну, хорошо время провели. И действительно, вроде бы рядом, тут 40 минут езды, и все, но климат другой. То есть, действительно, здесь просто другой климат. Климат обалденный, я хочу сказать. Я просто завидую. Сейчас сидишь-то там на даче, и я думаю, господи, какая у них там погода. У меня старкая жара. Просто, если оставишь телефон в машине, не дай бог, там телефон вообще просто перестанет работать. Ну, подожди, это же лето же, у вас летом должно быть жарко. Ну, что же. Еще будет, ну да. У нас сейчас прохладнее, чем обычно. То есть, вот, скажем, даже в Санивелле сейчас намного прохладнее, чем обычно. Последние недели три просто что-то необычное. То есть, обычно в это время достаточно тепло, жарко, я бы сказал. Вот сейчас такого нет, а вообще жарко. Климат меняется, я не знаю, что происходит. Вот 20 лет назад, 25, когда мы приехали, тоже, правда, знаешь, уже лет 5-6 не было дождей. И как-то так все уже подумали, ну, уже все, там уже снег в горах не выпадал, уже курорты выездные, значит, остановились. Вот, и потом вдруг пошли дожди. Не знаю, может быть, сейчас так будет, если они вообще пойдут. Но, ну, тоже сейчас творится черти что. Сейчас люди вот травку убирают, здесь камнями засыпают, так, чтобы там было, значит, с меньшим употреблением воды. Стоимость воды выросла в цене. Вода выросла в цене. Вообще странно все это, вот, в Калифорнии с водой перебои, а Калифорния такая дорогая. Да, вы сказали бы, вы бросили водорубу и качали из Флориды, правда, вот у вас сколько воды. Правда. Никому не нужно, всток. Ой, мы сегодня ездили на опенхаусы, я, вот один из опенхаусов, который я сегодня видела, в Калифорнии было бы 10 тысяч миллионов, ой, 10 миллионов, наверное. Ты не представляешь. Там кинотеатр, там бильярдная, там вообще такой дом. И по чем вещь? 424. Тысячи? Да. Земли много? Земли цель. Нет, у нас земли нет, но то, что предлагается в доме и в самом комьюнити, буквально балансирует того, что нет земли. Я понял, то есть это комьюнити, в которой все есть, там и бассейн, и гольф, там и все такое. Там такой дом вообще. Подожди, но это не сеньорская комьюнити, это... Нет, это не сеньорская. Значит, постой, у тебя в прошлый раз, ты показывала за 590, 589, да, дом или 79, и он был шикарный, там было много земли, и дом был очень симпатичный. Да, был очень симпатичный. Вот если сравнить с этим, который вообще 425, ну там правда... Винни сказал, что он бы купил вот этот, сегодня, который... Сегодняшний. Да, потому что он очень скучает по своему кинотеатру, который у него был. Так. И там такое, знаешь, как тебе сказать, такое место для мужчин. То есть ты приходишь туда друзей, там кинотеатром, бильярдно, там вот этот вот бар. И все в одном месте. Там спикеры, значит, на этом потолке. Вот он говорит, я бы там друзей пригласил. Есть друзья? Есть кого позвать-то? Конечно, у него есть, да. И он говорит, я бы с ними, там в пол играл бы, мы бы там с ними переваливать. Сколько стоит месячная вот эта вот maintenance, ассоциация? HOA, так. HOA стоит 500. В месяц? В квотер, не-не-не, в квотер. А-а-а. В квотер 160, ну как селфон бил. 125, да, хорошо. Да. Ну это недорого. Это недорого. Это недорого. И таксы, вот ты помнишь тот дом с пятью акрами, с пятью акрами, помнишь тот дом, да? У него было 8 тысяч в год таксы, у этого дома 4 тысячи. Ну правильно, он же дешевле намного. Ну да, потому что меньше прапорта со мной. Ну. И он прям говорит, блин, хоть беги покупай. Слушайте, но не получится так, что вы так будете ходить, видео снимать и кончится тем, что что-нибудь купите? Ну вообще мы думаем о том, что что-то купить. А зачем? Ну как инвесмент или просто купить и жить? Ну да, купить и жить. Мы как бы хотели бы переехать с этого района в какой-то другой район. Вот вы какие. Ну конечно, портновые приедут к нам в гости и скажут, ой, какой-то райончик у вас не очень. Надо переехать. Нам без разницы. У нас вся Флорида как курортное место. Ну да. Мы же не рассматриваем там для жизни или там для работы. Вроде курорт, лег, загораешь, там крокодил, там прогнал. Ну а нет, загораешь, там у вас и в Сан-Франциско. Что? Кстати, я тут смотрела видео ваше, вы ездили со Светой по Сан-Франциско тоже. Уже думаю, смотрю и думаю, надо же уже знакомыми ставить. Слушай, а вы были в этой кафешке, да? Да, с Ларисой Чайкой. В Синдереллу. Да. А ты представляешь, мы-то это Синдереллу знаем с первых дней, как мы приехали в Америку. Мы же там жили. Он стоит между пятой и шестой улицей. А мы жили на между третьей и четвертой. Ну вот представь себе, вот там два квартала. И, ну это, в общем, такое было. Там другие хозяева тогда были. Дело в том, что очень много лет это место держали люди, которые были, по-моему, харбинцы. То есть есть такая группа людей, которых, когда красные... Это еще в 30-е годы они начали уезжать, их брали в Америку, но особенно, когда красные пришли в Китай, вот, да, в 45-м. Значит, оттуда вывозили людей, которые могли пострадать. В частности, вот из Харбина. Там же было много белогвардейцев и людей, ушедших с белогвардейцами. И вот их из Харбина сюда забирали. Они не сразу, даже многие не сразу попали в США, они были в Аргентине, потом в Чили, там еще где-то, потом здесь собирались. И вот харбинцы держали это место. И я помню, когда первый раз туда пришел, и мы там сели, там, не помню, там что-то такое взяли. И там сидели люди такие старенькие-старенькие, еле-еле там. Значит, и вот там, и один другому говорит, вы там из Харбина? Он говорит, да. А вы в какой гимназии учились? Значит, понимаешь, вот такие разговоры это было. Вот, это было очень экзотическое место. Потом его несколько раз перекупали разные люди, и все это хозяйство менялось. Там раньше внутри было место, где можно было покушать хорошо. Там хорошо кормили. Вот, и, а сейчас получилось, что они столики на улице поставили, видишь, как сделали там цех, бейкеры, да, пекарни. И мне очень понравилось. И девчонки какие хорошенькие, правда там? Ой, девчонки там, как увидели тебя, я смотрю, там быстрее пироги тебе понесли. Это просто одна девочка нас знала. Да, да, да. Она нас знала, такая хорошая. Это приятно, конечно, это приятно. Очень приятно и неожиданно. Сам Михаил Портнов к нам приехал и повела тебя на кухне. Ты посмотри, как это было. Понимаешь, дело в том, что YouTube, несмотря на то, что это как бы не, ну, как сказать, это же не официоз, понимаешь? Там это не первый канал, и не второй, там и не белорусский, там и не киевский, знаешь? Ну, это все-таки. Но дело в том, что когда ты видишь человека, который с экрана на тебя пришел, даже если это было на YouTube, все равно возникает какое-то ощущение сюра такого, знаешь, и ты хочешь его потрогать, и говорит, неужели это вот тот самый? А можно, говорит, вас потрогать? А ты как сам вот чувствуешь, когда тебя узнают? Как ты сам чувствуешь? Ну, это приятно тебе. Ты знаешь, что? Для меня это тоже какой-то сюр, потому что в этом есть какой-то элемент ненастоящего. Потому что я думаю, ну, вот же, мы же знаем, что вот это я, и мы знаем, что я, меня можно потрогать. И когда люди говорят, ой, я думаю, чего они ой, ну, что же это? Так у нас так произошло, мы с Аней, мы с моей Аней и с Гузарь пошли в Палуалту. Мы сели в ресторан, мы сидели, кушаем и на улице. И вдруг, люди мимо нас ведь ходят, знаешь, мы кушаем на улице, и вдруг пара останавливается, и парень на меня вот так пальцем. Я вас знаю, вы кино снимаете, вы на YouTube. Аня на меня смотрит, говорит, Наташа, да ты что, серьезно? Я говорю, я сама не ожидала. И они две такие сидят, Гузарь с Аней, и вот Аня до сих пор помнит. Я говорю, ничего себе, Палуалту меня узнали. Понимаешь, когда у меня было всего 10 тысяч подписчиков, ну, скажем так, когда ты к нам приехала сюда, да, у тебя было там 10-11, правда? Вот когда ты приехала. Ну так, это было 11, да. К 11, еще не было 11, ты приехала в Калифорнию. Вот у меня было примерно столько же подписчиков, я оказался в Киеве два года назад. И меня в Киеве узнавали. То есть люди накричать, говорят, Михаил, приветствую вас в Киеве. Потом, когда год назад в Италии на меня девочка Василиса Васильева, блогер, она из Праги, и на шопинге была в Италии. И я шел по шопинг-плазе, и там, а ее детки в гондоле такой бутафорной, они там ползали. Ну, и я так мимоходный, вот этот гондол, вот тут детки, значит, сидят. И вдруг такой голос слева, это же Михаил Портнов, это же голос Селикон-Заталии. И я камеру не останавливаю, я на нее вот перевожу. Очень-очень хорошие девочки, симпатичные. А где это видео, какое видео, где можно посмотреть? Это мы, как мы в Италии были. Так, надо посмотреть, я не видела это. Да, ну, в общем, ну, есть. А потом мы с Василисой Василией, Василиса это ее ненастоящими. Потом мы с ней отдельно уже в скайпе сняли конференцию. Потому что, ну, мы договорились, что мы потом снимем. Потому что надо было поболтать, но, понимаешь, мы там в компании идем, она тоже. С мужем, с детками. У нее муж такой симпатичный, и детки такие хорошие. И сама Василиса такая сладкая. И так, и вот тебя узнают. Ну, да. В общем. Да, это здорово. Правда, что ли съездить? Мы когда с Любой пошли в Google, тоже парень нас узнал. Говорит, я вас знаю. Да. В этом есть что-то такое занятное, правда? Ну, так, да. Интересно. Знаешь, что произошло? Тут пришли семейство одно. У них два мальчика. Из Казахстана, что ли? Ну? На днях. Вот пару дней назад буквально пришли. И, да знаешь, у меня этот фонд, там, стекляшки в коробке. Да. Которые с этой самой. Вы что? Я бы ни одной не взяла. Все хотела, я тебя одну попросила. Ну, вы были на этой, на стеклодувне, да, у нас? Ну, вот. И, короче, у меня лежат коробки с этими стекляшечками. Я детям раздаю. И вот они пришли, у них два мальчика, ну, маленькие, ну, я не знаю, там, четыре лет, там, четыре года, пять. Вот такого плана, ну, небольшие, такой. Пум-пум-пум. Значит, ну, и они взяли там по штучке, и мама им говорит, надо спасибо сказать. Значит, один говорит, спасибо, дедушке. И другой говорит, дедушке спасибо. И, значит, я думаю, надо же, первый раз меня вот так дети, ну, как бы ум незамутненный. Он имел в виду дедушка Ленин. Не дедушка Ленин. Он понимает, что это не уровня родителей, а это старше. То есть он как бы чувствует это. Вот так вот это, надо же, первый раз меня дедушкой назвали. Миша, вот сейчас, в данный момент, ты выглядишь лет на 45. Да. Очень хорошо смотришься, очень хорошо выглядишь. Дай бог тебе всегда. Спасибо, спасибо. Ну, а чего у нас тут, как бы, жизнь такая хорошая, там, фрукты, овощи свежие, там, не знаю. Конечно, излишки-то всякие, там, ветчинку бывает. Это заслуга твоей жены Светланы, она за тобой так ухаживает. Знаешь, это наследие советское. Наследие. Мы выросли с ощущением... Но с этого я говорю, скажу себе, вот чего у нас тут. Мы выросли с нас, наш бэкграунд, вот наше подкорковое такое, место незаполненное в том, что вот есть какие-то деликатесы, которые дефициты, и которые надо съесть, и их хочется съесть. И значительная часть этого, это то, что это дефицит, что его так просто не взять. Понимаешь, вот это икра, и красная, и черная, и балыка, и осетрина, и черт его знает, там, и все эти ветчины, и мамородные, и шпроты, и сайры, я не знаю, что там. Когда это видишь, хочется съесть. Не было Растегаев, понимаешь, таких слов не было, только вот там, где-нибудь, Москва и москвичи там, понимаешь, почитаешь, вот, а так не было. Или там у Гоголя, черт, он так иногда описывал хорошо, покушать. Да, большой художник. И вот, значит, и вот я когда уже тут работал в Борлэнде, там у нас менеджер был, англичанин, но я еще новенький был, свежий, там, пару лет всего. И он говорит, Майкл говорит, а что такое русская кухня, что это, вот что там есть? А я русское не видел, но советскую я представляю, я говорю, послушаю, все, что съесть можно, все русское. Что же его не съесть теперь, если его съесть можно, понимаешь? Вот, а я говорю, русская кухня, скажет тоже. Ну да, я хочу сейчас съездить в русский магазин, покупать того, что Винни никогда не пробовал и не видел, посажу его, как мы с тобой раньше садились, видео снимать, знаешь, оба на камеру будем смотреть. Я буду так доставать, пробуй, и он будет описывать, какой вкус. Ты хотя бы в какой-то последовательности разумный. И он мне сказал, я все попробую, кроме селедки и сушеной рыбы. Я говорю, ну знаешь что, все равно надо попробовать. Ну с пивом, с пивом-то, с соленой рыбой, с пивом. Ну вот, он говорит, когда я ему говорю, для него это уже не сказано. Ну селедку-то американцы съедят. Ну вот он говорит, как можно вообще это есть. Но я все равно, я сказала им, ну ты должен все равно попробовать, пусть это будет дискасти, но ты объясни почему. Мы когда были в Амстердаме, там пару лет назад, там такая селедка. И я думаю, почему же, черт возьми, они эту селедку не продают в Америке тоже. Ну вот, ну что ж такое-то, что довезти что ли нельзя? Невероятная, сказочная. Да селедку едят 5%, это максимум американцев, поверь мне. Американцы вообще, для них если рыба пахнет очень сильно рыбой, они уже ее не едят. Они едят свежайшую рыбу, такую как вот лосось, потом такую как форель, и вот что она не пахла рыбой. Ну что, на рыбу же много продается. Но они не едят ее, ты понимаешь? Вот Винни, вот если сын приходит к нам домой, Винни, если он чувствует запах хоть немного рыбы, даже если ты креветки делаешь, он выбегает от дома. Вот что делать? Я не знаю, вот такие они. Ты знаешь, что у нас в школе иногда кто-нибудь принесет там с собой в баночке, я бы сказал, рыбу не приносить, потому что они когда греют в микроволновке, да, запах по всей школе, это невозможно переносить. Запах рыбы очень сильный и стойкий, и у нас запрещено рыбу с собой разогревать в микроволновке запрещено. Я такого, кстати, не слышала, что у вас запрещено, я не приносила, но я не слышала этого запрещения. Ну вот, селедочку, пожалуйста. Наверное, я еще не разогрела ни разу, поэтому мне запрет это не показать. Вообще, я очень скучаю по вашей школе, скучаю по движухе. Там такая, знаешь, движуха в этом, в Калифорнии. У нас все время, у нас интервью каждый день, знаешь, там народ приходит. Ну вообще, да нет, вообще, даже не то, что в школе, вообще в Калифорнии. Те выходные, которые я проводила там с подписчиками, да, куда-то я ездила, я брала машину на прокат. Ну, движуха. А вот какой ближайший город в Америке к вашему месту за пределами Флориды? Что у вас ближайшее, Атланта? Да, мы на границе с Джорджи, дальше Витамиси. Ну, хорошо, я не думаю, что в Нэшвилле там кто-то у нас есть из зрителей, но в Атланте наверняка есть ребята, там много русских. Ты можешь сказать, я еду там на три дня в Атланту, Джорджи, и приглашаю всех подписчиков там встретиться и сделать там такой совместный сюжетец. Например, вот я сейчас думаю, откуда не поедешь, да? Всюду ребята есть наши. Это правда. Мы сейчас, я скинен день рождения, я сейчас ему делаю сюрприз. У него же 15 июня день рождения, но так как 15 июня мы не сможем ему отметить, 15 июня мы будем у врачей. Мы будем отмечать 20 июня, это будет суббота, и я уже заказала, как бы, зарезервировала теплоход с Диной, но не весь теплоход, конечно. Нет. И у нас, короче, такой теплоход появился, знаешь, старинный, сзади. С колесом, с колесом, да. Очень шикарный там, шикарный ресторан, и все, я уже сделала резервацию, позвала тоже тут пару своих друзей, они тоже сделали резервацию. Но я всем сказала на видео, что если кто хочет, мы будем там, в субботу. Вот, если может быть кто-то подойдет, мы будем рады. Ну, что же. Ну, это надо планировать. То есть человек, понимаешь, как, когда абстрактно приглашают, это одно, а когда уже конкретно договариваются, это немножко другое. Если кто живет в Орландо, для них это все очень близко. А, окей. То есть это в Санфорде находится. Где? Санфорд. Санфорд. Не изгород не Стэнфорд, а Санфорд. Санфорд, окей. Хорошо. Хорошо. Слушай, ты знаешь, чего? Я вот сейчас как-то приноровился делать интервью в скайпе, да? А я смотрю, увидел, что ты тут. Смотри, что происходит. Значит, у нас вот был мальчик. Вчера мы одного снимали, да? Сегодня такого снимал. Подождите, как я, вчера мы его повесили уже, да? Дмитрий был из Чикаго, из Харькова парень. Только что перед тобой у меня снимался парень, тоже из Чикаго, но он из Беларуси. И он четыре месяца как приехал. И сейчас у нас с тобой в понедельник у меня Таня Генерал. Подожди, Таня Генерал к тебе... А, я говорю, к тебе приехала. Ты же по скайпу будешь с ней. По скайпу. Ты знаешь Таню твою? Ну, я Таня написала, Таня, я бы хотела с тобой пообщаться, напиши мне в личку, и она говорит, а где тут личка? Вот так как-то мне сказала, и я... Ну, не суть. Значит, Таня, она у нас училась когда-то, два года назад. Да, да, я смотрю ее видео. Вот, и, значит, ну, и она откликнулась тоже на призыв, она говорит, давайте со мной интервью. Вот, и, значит, мы договорились с ней на понедельник. То есть у меня, смотрите, там чуть ли не каждый день, понимаешь, там уже... И, пожалуйста, через мое видео ты ей скажи, чтобы она, пожалуйста, со мной связалась. Все, договорились, договорились. Очень хочу с ней пообщаться, мне очень... Да, она очень прикольная, очень прикольная. Я когда-то про нее стишок сочинил, по-моему, даже видео так называлось с ней. Татьяна, русская душой, имела бизнес небольшой. Вот, они с мужем держали такой бизнесочек полиграфический, там они что-то печатали, издавали, не знаю, толку. Сейчас мы у нее спросим завтра. Но, во всяком случае, я к чему говорю, что вот эта вот форма беседы в Скайпе, она хорошая. Хорошая, смотри, вот, как бы, ну, удобно. И ты не зависишь от того, пришел к тебе человек в офис, не пришел. Да, я ни разу этого не делала. Я как бы так хотела с тобой сделать видео. Ну, сейчас мы же делаем, правильно? Ну, я говорю, но мне вообще нравится. У тебя есть Camtasia, это, да? Ну, да, и сейчас Camtasia, да. Хорошо. Вот, так что освоится и, в общем-то, я каждый раз лучше и лучше делаю, потому что первый раз я когда записывал со Светланой, ты общалась с ней, да, со Светой из Лос-Анджелеса, Светлана из Лос-Анджелеса. Она мне звонила, мы с ней разговаривали. Да, и у меня там не очень качественно получилось, там, я еще не очень умел. Вот, а сейчас я так приноровился, хорошо, и все лучше, лучше, лучше. К сожалению, нет времени, у них там курсы шикарные есть, прямо на сайте этой Camtasia, Camtasia, не Camtasia, а называется TechSmith как-то. И там прямо курсы есть, но, понимаешь, надо просто сесть и посмотреть, и сделайте. Вот на это времени нет никогда, понимаешь? Поэтому мы ходим левой ноздрю через правое плечо. У вас никаких не намечается со Светланой отпусков? Куда-то вы не собираетесь ехать? Пока. Она в наушниках, я могу спросить, но не услышать. Мы думаем, я даже, на самом деле, даже журнал вчера, ты представляешь, вчера шел, мы в Safeway там что-то покупали, а вот эту, в Камбучу. Да, расскажи мне потом, но... Ну, мы покупали эту Камбучу, и я там купил журнал Live, специальное издание журнала Live, или Time, там, 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 самые-самые крутые места в Америке, там, куда поотдыхать. Куда? Я не знаю, я сейчас не открыл, вот он там лежит, вот, и мы... Интересно, какие самые крутые места в Америке? Я даже не представляю, куда бы я хотела съездить сейчас в Калифорнию, ой, сейчас в отпуск в Америке, наверное, только в Калифорнию. Нет, ну ты можешь в Йеллоу-Стоун-парк поехать. Я ж там была. В Йеллоу-Стоун-парке? А, ну да, ты же там рядом жила, да, я забыл, я забыл. У меня Медовый Месяц был в Йеллоу-Стоун-парке. Ты можешь поехать, знаешь, куда? Ты можешь поехать в Нью-Мексико, там, на фестиваль воздухных шагов. Я хочу посмотреть, например, Сан-Диего. Я хочу посмотреть Сан-Диего и Лос-Анджелес. Это очень красивые места. Лос-Анджелес, понимаешь, в нем есть... Он похож на Нью-Йорк чем-то, он мусорный такой, там много-много всякого черт знает чего. И он гигантский по размеру. И там трудно ездить, понимаешь? А Сан-Диего, он такой компактненький и обалденный. Понимаешь, Сан-Диего это просто обалдеть. И вот между Сан-Диего и Лос-Анджелесом, то, что называется Оранж-Каунти, слов нет. Понимаешь, что есть... Свинец ездить в Сан-Диего. Да, Сан-Диего потрясающее место. Потрясающее. Вот я бы там жил, знаешь, там хорошо. И там как праздник. Вот ты идешь вот и что-то такое. Не знаю, как объяснить. Ой, что-то... Может, я это... Сниму шлепку-то? Ну, снимите, конечно. Как-то наушнички. Так вот, да. Сейчас я их одену по-человечески. О, слушай. Ой, господи, хорошо. Так, без шапки-то лучше. Посвободней, да? Чего? Посвободней. Посвободней. Я обнаружил, что когда микрофон вот тут, то ты в него дышишь. И во время разговора, значит, с человеком, такой, да-да, пыхтишь. Слушай, это что, у меня шрам остался? От шлепки тут. А я ведь заказала микрофончик к своему... к своему... GoPro. А-а-а! Да. Но мне еще не пришел он по почте. Но я думаю, что будет все-таки лучше. Слышно? Просто имею в виду, что этот микрофончик пишет моно. И когда ты монтируешь, надо пустить его на две дорожки. Все. Больше ничего. Я просто, поскольку все время на ходу все делаю, то я... Если нужно что-то не забыть, то я обязательно что-нибудь забуду. То есть, скажем, если нужно 3-4 вещи не забыть, то одно я точно могу. Позабуду просто по спешке. Понимаешь? На ходу. С одним разговариваешь, значит, другому там что-то такое, передаешь это видео, делаешь и все это вот такое. Ой, господи. Ну, да еще что, о чем мы сейчас поболтаем? О чем мы поболтаем? Видишь, ты, когда интервью проводишь с кем-то, то ты их не знаешь, то ты не видел их очень давно. И вроде у тебя вопросов множество. Ну, может, там это с тобой. А меня-то ты знаешь? Вопросы-то я-то с тобой. Нет, почти полсотни видео уже написали. Поэтому, значит, я же тебя не буду спрашивать, а что тебе не нравится в Америке, допустим? Нет, ты меня же не можешь спрашивать, как ты попала в Америку. Нет. Нет. Как у вас там, во Флориде, с нелегальными иммигрантами? У вас много нелегальных иммигрантов? Знаешь, я на этот вопрос не могу ответить, потому что я не знаю. Я не знаю много нелегальных иммигрантов, может, знаю только пару. Я к этому не знаю. Хорошо. У вас много таких русских, которые вот приехали и там пытаются остаться, ходят, спрашивают, нет ли работы? Ну, так это и есть нелегальные иммигранты. Ну, да. Ну, просто нелегальные бывают не только русские. Я как будто думаешь, я не поняла этого. Нет, я поняла. Ну, я говорю, я не знаю много таких. Хорошо. А вот такой вопрос, Наташа. Я смотрю, что ты все время какие-то шмотки покупаешь. Ты не только меряешь, ты еще и покупаешь чего-то. Есть такое. То ты говоришь, что ты покупаешь, то ты говоришь, что тебе винни купил. А держишь ты это все где? Ну, у меня вообще-то есть гардеробная, где я это все держу. Ну, а места хватает? Ну, если у меня не хватает места, то я собираю и отсылаю сестре. У меня у сестры такой же размер. И ей очень нравится, когда я присылаю ей вещи. Я ее хорошо понимаю. Я с того, что я ее посылаю, она с того, что я их носит. В Рыбинске, где она сейчас живет. Она у меня в Рыбинске самая модная теперь сейчас ходит. У нее плащики Эрвин Кляйн, у нее, значит, костюмы у нее от Джонс Нью-Йорк, у нее Рафф Лоурен платье. Она теперь все знает у меня. Сестра старше или младше? Младше, она у меня на 5 лет младше. Ну, ты господи, то есть женщина в самом соку. Да, да, она красивая у меня такая. Причем она стала красивой после того, как развелась. Ну, потому что перестали затюкивать, она стала собой заниматься. Ну, человек 20 лет прожил с одним мужчиной, и, можно сказать, она терпела его так долго. Я неоднократно посылала деньги на развод, но она все время боялась разводиться, но тут развелась. И она, конечно, расцвела. Сейчас у нее очень хорошо в личном плане, и она такая... То есть у тебя кавалер хороший есть? Очень хороший. Да. И поэтому я даже говорю, Ира, может, ты ко мне хоть, ну, навестить меня приедешь? Она говорит, нет, давайте же вы к нам. Вы похожи? Нет, совсем не похожи. Знаешь, совсем не похожи. Но симпатичная хоть? Она очень красивая у меня, да. Да ты что? Ну, познаком. Я вставлю в видео, фотографии. Может быть, мы из нее тестера сделаем? И она будет первым тестером в Рыбинске. А у нее близкого нет. Поэтому она обычный продавец в магазине, в маркете, в супермаркете работает. Ну, ей надо быть нарядной. У нее две девочки, и она уже бабушка тоже, и у нее 8 месяцев внуку. Так девочке тоже, я извиняюсь, с какого возраста? Ну, одной девочке сейчас 16 лет. Она маленькая, а второй уже 23. Вот, который мальчик родился. 16 тоже не маленькая. Жужа, слушай, уже на БДН есть. Ну, еще рано, да, у детей. Ну, детей рано. Да. А так уже взрослые совсем. Уже еще один год, и можно в ТЭС-2, у нас там 17 лет. Ну, только если в Москву. Только если в Москву она пойдет. Так, это у Светки там телефон. Слышно? Ну, конечно, страшно. К имюшту. Да. Ну, вижу, мы теперь на два голоса будем там, значит, у Светы и у меня. Хорошо. Значит, сколько мы тут... Я не вижу. Здоров. Да, спасибо. Михаил Петрович, будь здоров. Спасибо, что я так жил. Значит, я без очков тут с тобой беседую, и поэтому не вижу ничего, что там написано. А что, нужно обязательно смотреть, сколько, какой длины видео, да, неважно. Ну, просто, ну, если мы два часа, кто же нас подержит? Помнишь, как мы с тобой разговаривали почти два часа, и говоришь, может, нас всего пять человек смотрит? Мы сказали, кто досмотрит до этого места? Давай закругляться, а закруглиться не смогли. Потом, ну, нас уже, наверное, пара человек смотрит. Давай закругляться, опять закруглиться не смотри. А теперь уже флаг надо высылать тому, кто смотрит до конца. А сколько человек написал нам, мы все смотрели до конца, и еще посмотрели и смотрели. Да, да. были люди которые не только досмотрели но даже написали что еще смотрели мы смотрели что ты можешь делать ты можешь сделать предложение такое и сказать вот кто новенькие приезжает в орландо эмигранты вот я вас могу встретить в аэропорту и забросить там куда надо и ты будешь каждого такой поездки делать видео это время занимают я живу очень далеко от аэропорта очень послушай а как тебе мой конкурс который я висичку купила это жестокий конкурс потому что люди смотрят на шмотки может быть им тоже такие хочется как-то вот девочки мои очень любят смотреть на вещи края в мире они любят советовать я очень люблю читать советы что я хочу сказать что ты одеваешься в определенном стиле поэтому они у тебя все примерно в этом стиле то есть вот я когда смотрю делать это штанишки там они вот такие они подчеркивают тут тут и тут там допустим это должно быть под каблучок значит там или там ты вот такие у тебя ну не заказать балахонички такие с поясочком там или там что-то они такие у тебя такой стиль понимаешь поэтому ну какой например вот если модель например на работе да и и оденут во все что вот что дизайнер сделал то это и оденет и она все время в разном вот и разные стили каши разные модели разные там места и тогда а ты все-таки более-менее ты не покажешь как модель разные модели а ты показываешь то что тебе идет правда то есть вот лишнего не оденешь на себя что-то что-то сказать нет я против выбирала разные вещи и вроде разный стиль как 11 11 ну вот в одном направлении вещи которые ты для себя вот могла бы взять ты не одеваешь на себя то что ты никогда не купишь себе но просто хочешь людям показать поэтому я ну почему интересно ты пашки вы должны тогда делать так ты должна брать еще двух например школьниц ноги от ушей там лет 16 там и так вы и втроем будете выходить они в одном ты в другом так повернулись предложением надо подумать и там какого-нибудь морячка может быть который будет руку подавать это можно сделать такое шоу и за магазин может вас перестать пускать скажет этот кино снимает я снимаю в самом магазине примерочный только на улице что только примерочные снимаю у тебя там штативчик да ты там ставишь штативчик не ты знаешь я прихожу в я прихожу в примерочную там ты от каждой примерочной табаретки я одну табаретку на вторую ставлю я могу сказать что тебе не хватает немножко по высоте поэтому поэтому тебе надо брать с собой такой маленький такой тереношку понимаешь я даже не ожидал что я поеду начался дождь я стоял на хв был огромный такой дождь сильный и я застала в пробке я стою около экзита и знаю если я сейчас поеду в экзит там будет маршал я говорю а вы знаете что на улице дождь поеду к я маршал подписчикам я думал там кто-то сидел в машине и она со мной со мной 17000 подписчиков все за мной машине сидят я с ними разговаривал света спрашивает мы там где мы там вот значит хорошо в целом но это не то что для тебя новый жанр там показывают шмотки но новый жанр устраивать конкурс я забыла как я помню ты устраивал конкурс и сказал нужно можно сказать только одну что-то если вы называете два или три это уже как бы не квалифицируется и мне они начали писать я думаю взяли вот это это ты можешь для упрощения сказать вот то что первым названо то участвует в конкурсе а то что вторым названо тоже не участвует либо это либо я уже вижу победителем поэтому некоторые угадали не некоторые я вижу победителей там многие угадали но кто первый написал что я купила когда помнишь что устраивал конкурс кто как облотка приедет буряк я никогда не забуду эту фамилию и я сразу думаю вот он угадал да там у меня до одного человека флаг не дошел надо будет за нее переслать там один даю как то вот из чок и хорошо что напомнила надо будет ему флаг переслать бывает пропадают товар дефицитные сейчас все хотят такой вот я думаю какой мне подарок послать победители посоветуй а где живет победитель за границей или в америке по-моему в россии подарок я не знаю все что угодно может быть не говорите ограбение вот что мне послать человеку который угадал что я купила таки пошли то что ты купила я бы так я купил это для себя это может быть не обязательно ты знаешь у нас вот практика такая что флаги оказались очень практичными то есть вот всем нравится флаг и вон он не безумно дорого стоит его можно там пить на что допустим он стоит 12 15 долларов но пересылка стоит 15 флаг это это флаг ты можешь поставить флаг флориды это очень красивый флаг тоже ты можешь послать например полотенца махровая с флоридскими какими-нибудь пальмами пейзажами вот есть такой до целый жанр вот этих полотенец пляжных из конкурса на своим канале последнее время что ты не знаешь хлопотно очень кроме того все время какие-то обиженные возникают последний конкурс того делали на частушки на частушки да но все время есть обиженные кто-то говорит я вот там а вы меня по своим там раздаете там еще что-то совершенно нонсенс но и так ты же видел кто-то допустим вот если у меня видно кто первый твоя логика это не обязательно логика того человека который хочет обидеться поэтому ты можешь что угодно делать но он обижается и я уже не знаю даже вот так что такая история ну хорошо ладно наташ мы тогда пойдем тут дальше по нашим делам вы кстати клубнику собираете еще или она каждый раз каждый раз приезжаем собираем клубнику вот сегодня уже в этот раз сегодня мы еще не были на клубнике но может быть сейчас пойдем мы посмотрим прям сладкая потому что в магазинах америке клубника просто для меня даже не существует сейчас она же органическая мы с собой берем сейчас еще водичку там на месте только с полоснем одну корзиночку одну так можно скушать вот ну в принципе сколько стоит у вас вот то что вам дают какой вам дают куда ведерочка на корзиночка обычная корзиночка как в магазине зелененькая пластиковая значит мы сверху так хорошо набираем стоит за корзиночку стоит трешку но понимаешь 3 доллара но понимаешь что получается это как бы нон-профит дешево ну я не знаю это нон-профит так они эти деньги которые они собирают идут на то чтобы там бездомных пристроить к жизни человеческой чтобы они начали жить зарабатывать поэтому ты уже даже не думаешь сколько там она стоит скажем прошлый раз я шел там я должны были пару баксов дать сдачу я буду не заморачивайтесь там и понимаешь то есть это уже не суть важно сколько она там даже стоит то есть поначалу мы пришли мы не знали а уже когда мы второй раз там нам рассказали что это за предприятие поэтому мы уже так ходим и там еще и хлеб бесплатные дают по такие батон там из бейкера то что с утра люди не забрали как они в обед в обед его нас туда отдают потом там что еще там очень много зеленюшки там там и морковочка и капустка там и укропчик лучок там некоторые ходят им дают такие корзины знаешь большие соломенные берут корзину на руку так хозяйка и туда значит там выдергивает некоторые со своими секаторами приходят у людей секатор они идут на поле точит тут от всех там и там и чарт и кейл и там очень много разных других там дел вот там нет помидоров и огурцов вот этого этого там нет а это хотелось бы конечно но но вот нет а так все остальное есть поэтому это фан я перестал видео на поле делать потому что мы уже два сделали один раз просто как мы собирали а второй раз как мы разговаривали там с персоналом и они объяснили что это за бизнес такой вот а дальше на что-то еще покажешь ну а клубничка горе вернулся я так понимаю да григорий у тебя море вернулся да тучи разве развеял руками ну это там руками никто не машет так все мысленно мысленно так энергию качаешь качаешь а я линии объясняла что такое эзотерика показывал даже не школ он долго и разглядывал так лишь магия какая-то михаил этим занимается скажу по сравнению с тем какая магия то что мы просто на работе делаем тоже и так и не магия совсем а потому что я рассказывала ему говорю ну вот мне было плохо я приходила к михаилу в кабинет и он мясо не сажал напротив и говорит давайте я почищу и говорю и начинал закрывать глаза и вот так вот он когда кота магия магия волшебник так раз 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 потоком восходящим нисходящим почистили ну да я ему говорю вообще даже не обязательно с ним находиться я как бы вообразит и начинает чистить да это можно без разницы мне конечно удобнее когда чек рядом комфортнее кто-то еще хотел спросить на уже не помню это как-то что-то перенервничала наверное а чё ты нервничал потому что мы с тобой видео давно не делали нет раньше знаешь сядешь и как будто ничего кофейню еще заедем в кофейня как бы пирожные ели снимали мне что мы с тобой в следующий раз когда видео будем делать значит мы будем с тобой виртуальные кофейни значит поставим кофейку будем так попивать кофеечек да да ты дошли быть темненькая день по жести ты прольешь нет я буду чем-то другом конечно я не буду каждый раз даже не прикольно каждый раз одному там фуражка удалось я тебе скажу с этим вот своим капитанским мундирчиком погонщиков не хватает еще такой синий мундир с золотыми большими пуговицами с погонами тоже или на кляйна да очень красиво наташа что же так мы в следующий раз будет синий мундир на нем кофе не пролитый хорошо пролитый кофе мы можем с тобой еще и чокнуться винцом каким-нибудь а можем еще знаешь как можем со света и свиньи да это надо чтобы они хотели участвовать потом у них наушников на всех не хватает но до следующего видео тебе задание по обработать свиньи а мне или нет ну мы мы пока так попробуем значит они могут так проходя мимо сказать ну это конечно ладно вине не испугается если тебя в красном галстике увидеть нет вине не испугается он знает уже что это пионер и он им рассказывала пионер это вот так а ты комсомолкой было было но не долго долго да хочешь я тебе давайте напоследок расскажу анекдот только хотела сказать давайте нам шут давай значит октябренок спрашивает у пионера скажи дедушка ленин он как тот говорит ты знаешь как каков носитель знания партийного в галстуке если кто спросит чего прадедушку ленина шутку пожалуйста расскажите на наш канал для моих мальчиков и девочек они уже случай жизни у меня теперь такой сериал есть смешные истории из жизни новых эмигрантов которые по-насски плохо говорят приезжают значит знакомые у нас тут есть они только приехали они год давно было много лет назад они год пожили поработали заработали какую-то денежку и поехали в горы там самые дешевые мотыль какой там нашелся значит ну и но они уже еще они путешествуют по америке там все дела и они ожидали какой-то сервис знаешь там ну и смотрят там день и не меняются постельное белье второй день не меняют гостиницы ну и они хотят пойти спросить чё ж не меняют как спросить не знают ну и она берет словарь и ищет слова постили постельное белье упасть туда и число белье 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 написано андервер это нижнее белье ну хорошо и женщина начала такая боевая она спускается вниз и там на фронт-деске парнище какой-то стоит там горный и она его говорит when are you going to change my underwear на что он отвечает не менее пафосно он говорит шудай то есть должен я я должен когда ты будешь менять там мое сподние вот так вот из жизни у меня племянник тоже приехала не знаешь вместо 3 они говорят при почему-то макдональдс говорит он хочет они он хотел купить три шейка и вот он подошел говорит фри шейк она лет у нас нет пришли как нет вон говорит мне нужен фри шейк она говорит нет у нас пришли у нас типа продается он заводил фри шейки все подходит ко мне а я сижу помню у макдональдс он мне не продают я прошу у них продать мне три шейка то ли у них закончилась без все я потом когда с ним пошла на дакон от меня хочет бесплатно что так что это значит ту-ти ту-ту-ту-ту-ту новый русский попросил два чая в номер 222 ну что же ладно давай я тебе желаю чтобы так у вас все прошло хорошо с вашими медицинскими делами и чтобы ты уже так переключилась снова я сейчас данный момент слушаю лекции я все повторяю и я очень хочу работать по этой профессии я вам сказала что я когда как только закончу свини у меня видео как я ищу работу как я езжу интервью может интервью я конечно не могу снять надо рассказывать как прошло как чего это интервью ты конечно не можешь не больше того ты когда ходишь на интервью вот это назвала компанию там в которой те офферы давали не надо то есть это как бы это лишнее я считаю то есть Когда ты найдешь работу, например, ты можешь сказать, что я работаю в такой-то компании, но даже и это не обязательно, то есть не суть важна То есть если ты работаешь в какой-то очень большой, типа Google, например, ты можешь сказать, что я работаю в Google, а если конкретно, то может быть и лишняя Ну да, ну хорошо, ну будет Так что я бы так посоветовал, может быть А сам процесс, конечно, то есть ты можешь сказать, вот такие требования Я слушаю твои советы, как же Да, ты говоришь, вот такие-то вопросы задавали для видео, очень хорошо И так вот, потом-то, можешь в описании к видео там вопросы все дать Я сегодня снимала, когда Open House, говорю, сейчас я сниму вот эту комнату из угла, как учил меня великий учитель Михаил Протов Сказала сегодня Помнишь, ты говорила, с ракурса из одного угла сними комнату Понимаешь, когда у тебя камера не с безумно широким вот таким растром, то получается, что надо куда-то отойти подальше, чтобы хоть видно что-то было Потому что если вот ходишь вот так вот, снимаешь, ничего не попадает туда Ну я так делала, и получалось очень хорошо Да, поэтому, а если у тебя еще и GoPro, она все-таки, я не знаю, ты ее настроила на средний или на самый узкий или оставил Ну ты знаешь, я хочу тебе сказать, что вот этот средний и вот этот white, он мало чем отличается, очень-очень мало Я даже посмотрела видео, один человек снимал видео на YouTube Чем отличается white от среднего? Абсолютно ничем Просто один вот так, вот так снимает, а второй прямо Ну, я бы сказал так, средний снимает, как обычная камера, но может быть, чуть шире обычной камеры А white, если, например, в машине ты будешь снимать, в машине white, то ты увидишь в машине очень много такого, чего на среднем не увидишь То есть оно там уже просто всю машину снимет заодно Ну вот white мне очень нравится, у меня white И кроме того, white, он округляет то, что на периферии оно больше округленное То есть, который средненький, он меньше округляет, а white очень Но, я хочу сказать, что вот я видел то, что ты снимаешь в машине и так далее, очень хорошо И чистенько, просто изумительно Мне нравится эта камера, я не могу просто нарадоваться этой камере Когда я ее купил, мне люди говорили, что ты поиграешься и бросишь ее У нее есть еще удивительное свойство Обычная присоска, тьфу на нее, понимаешь? Копеечная присоска, держит ее надежно на стекле автомобиля Очень легкая, да? Она очень легкая, конечно Потому что ты можешь купить агрегат там за 100 долларов, чтобы она присасывалась с двумя присосками Есть с тремя присосками У меня есть, у меня с двумя стоит для камеры побольше У меня есть двумя присосками, которая уходит Я вообще перестал на нее снимать, я снимаю только ногу Может ее отсосать там от стекла, даже не знаю Вы уже все употребили, вот этот квас-то вы покупали вчера, не квас А, гриб Гриб, мы одну бутылочку А для чего продается-то? Я ни разу не видела этот гриб нигде В Сифы Ну, подожди, а для чего он продается? Для того, чтобы куда-то его отпускать, в молоко или что-то, да? Нет, это просто выпить перед едой Да? Ну, подожди, пробиотики люди, как вот Нет, гриб, это вот, который, знаешь, квас, на котором делают Это не тот гриб Это не гриб, на котором делают, а это гриб, который ты уже выпиваешь Это продукт, готовый к употреблению То есть он очень полезен, да? Он очень полезен, там, значит, enzymes, да, там ферменты Там пробиотики И там антиоксиданты И там сахара вообще нет Поскольку гриб питается сахаром По-английски Я тоже посмотрела На видео, да, там бутылка стоит Но поскольку он питается сахаром, понимаешь? Скажите, привет Это Винсент Хаммель О, окей Я люблю новый хат Да 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 Окей, Наташа Давай мы скажем всем До свидания И завязываем, уходим на дно Окей Давай, всем говорим пока Или там пока-пока 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 Пока-пока